Продолжение следует... Тюрьмы для лекарств соседствуют с буржуазным фарфором Купчихи Морозовой. Сергей Морозов составил впечатление. Есть ли в России усадьба, которую при большевиках не сожгли, не разграбили, не изуродовали переделками? Есть усадьба главного большевика. Горки Ленинские. Директор музея рассказывает нам, что последний дом Ильича никто не трогал десятилетиями. И вот впервые здесь провели реставрацию, чтобы показать, как здесь все выглядело до Ленина. Усадьба Зинаиды Морозовой, вдовы знаменитого Саввы Морозова. Здесь была электростанция, здесь была канализация, здесь была горячая вода, отопление. Здесь была совершенно роскошная по тем временам инженерия. Это была передовая буржуйская усадьба. И Ленин не уставал восторгаться чудесами электрификации в отдельно взятом поместье. После реставрации сюда вернули всю красоту, которую убрали в советские времена. Казалось, слишком блестяще для вождя аскета. Столовый сервиз, который вы сейчас видите на столе, он долгое время хранился в фондах музея-заповедника, не показывался. И только в последний год мы накрыли стол, достав этот сервиз, показав, как мог выглядеть парадный стол, накрытый праздничному обеду. В советские времена посетители, наверное, удивлялись, зачем Ленину рядом с библиотекой понадобился умывальник. Он-то нужен был прежним хозяевам, о которых не принято было вспоминать. Гости иногда вечерами допоздна играли здесь в карты, расписывали пулю, и вот эта раковина необходима была для того, чтобы либо рукой помыть, либо освежиться после длинной партии. Передовой дом фабрикант Шиморозовой в потрясающей сохранности. Тут и единственный в столице и области исторический санузел. Обратите внимание, очень элегантный кран со специальным приспособлением для того, чтобы можно было помыть голову. И чугунные батареи, и решетки вентиляции. Для того, чтобы открыть, достаточно потянуть за левую часть цепочки, а чтобы закрыть, можно потянуть за правую. Все, вплоть до выключателей и дверных ручек. Владимир Ильича зазвал к себе в гости младшего брата Дмитрия Ильича, долго показывал ему дом, рассказывал о том, как все разумно здесь устроено. Ну и, подведя к этой двери, попросил брата открыть эту дверь. Брат очень долго пытался ее открыть, нажимая ручку вниз. Как рассказывают современники, Ленин расхохотался, сказал, как же вы глупы, батенька, сказал он своему брату, и показал, как открывается ручка. В этой комнате Ленин умер 91 год назад. И все это время с мебели не снимали чехлы. Побочный эффект сохранилась оригинальная обивка. Когда мы чехлы сняли, оказалось, что обивка мебели, состояние мебели вполне достойно того, чтобы ее экспонировать уже без чехлов. Вычищать дух вождя из этих стен не стали, но теперь в этом светлом и просторном доме проект знаменитого архитектора Шехтеля Ленин выглядит скорее гостем, чем хозяином. Но дом раскрыл еще не все свои секреты. Вот эти колодцы в земле на самом деле окна, освещавшие подземный ход на кухню. При следующей реставрации планируется воссоздать и его. Сергей Морозов, Анатолий Васькин, Владимир Тугуши, НТВ, Подмосковье.